Разоблачение уральского доктора Лектора. На этой неделе стали известны подробности шокирующей истории из Челябинска. Там, в одной из городских больниц, под маской врача-добродетеля скрывался убийца и бывший пациент психиатрической клиники. Мой коллега Кирилл Попов вылетел в Челябинск и узнал, как такое могло произойти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кондрашин принял 28 ноября прошлого года. Врача трудоустроили в отдел профилактики заболеваний. В отдел кадров Челябинской больницы он предоставил почти полный пакет документов. Не хватало самой малости трудовой книжки, утерянной, по словам Кондрашина. Мнимому доктору поверили на слово и не стали проверять диплом о высшем медицинском образовании. Текучка очень большая. Когда запросы направляются по поводу дипломов, то это может пройти месяца и больше. А кадры нужны здесь и сейчас. Наверняка пошла бы медицинская карьера Бориса Александровича в гору, если бы в полицию не обратился бывший психотерапевт Кондрашина. Он заявил, в кресле врача опасный самозванец с поддельным дипломом. Согласно документу, Кондрашин дал клятву Гиппократа в июне 2007 года. Но на самом деле в это время он находился в палатах с решетками на окнах. На принудительное лечение в психиатрическую больницу Кондрашина отправили за убийство школьника, которое он совершил в мае 1998 года. Он хотел стать демиургом. Демиург это занимает определенное положение в иерархии темных сил. Для того, чтобы стать демиургом, Кондрашину нужно было принести в жертву 10 человек. Бывший следователь Александр Филатов хорошо помнит все детали того жуткого преступления. Опытного сотрудника прокуратуры тогда шокировала не только жестокость школьника, но и его поведение уже после задержания. Он выжал кровь в серебряную рюмочку, выпил ее. Когда он находился в следственном изоляторе, ночью он подошел к кому-то из сокамерников, похлопал его аккуратно ночью и сказал, ты мне подходишь. Подросток тогда всерьез считал себя представителем дворянского рода. Называл себя бароном и магом. Следователи нашли у него дома оккультную литературу, руны и амулеты. Нехорошая квартира, в которой 16-летний Борис Кондрашин зверски расправился со своим одноклассником, находится в этом доме на девятом этаже. Совершив обряд жертвоприношения, юный маньяк, похоже, не пытался скрыть следы преступлений. Он просто выбросил фрагменты тела под окна. Говорят, первыми их обнаружил сам отец потрошителя. 20 лет назад Ольга Григорова была понятой при осмотре квартиры. Говорит, то жуткое зрелище навсегда останется в ее памяти. Там простынь в крови, там все было в крови. Вот это вытащили. Потом там этот лоточек такой был. Там рука лежала с печаткой, кисть формалини. Потом в баночке лежал глаз. Следствия и суды длились около двух лет. Бориса Кондрашина признали невменяемым. Диагноз – шизофрения в форме стремления к совершению убийств. В 2012-м, после принудительного лечения, он вышел на свободу. Это непожизненное наблюдение. Потом амбулаторный тип принудительного лечения заменяется. Снимается, он снимает. Это все только через суд. Только суд принимает решение. И в дальнейшем они наблюдаются просто как обычные больные, состоящие на учете. Сначала вчерашний пациент психиатрической клиники устроился в аптеку фармацевтом. Клиентом запомнился подозрительной учтивостью. Он такой, слишком вежливый. Слишком вежливый? Ну да. Где уральский доктор-лектор раздобыл диплом о высшем медицинском образовании, еще предстоит выяснить следствию. Пока известно лишь то, что Кондрашин стал активным участником медицинских интернет-форумов. Вот один из его профилей. Специальность – терапия, психиатрия, наркология. Есть даже документ о прохождении курсов повышения квалификации. Его Кондрашин якобы получил в Южкар-Але. А откуда у него может быть такое удостоверение? У нас дистанционное обучение. То есть получается, что он дистанционное получит? Да. Оказалось, что подобную корочку может получить едва ли не любой, кто заплатит за обучение 10 тысяч рублей. Страшно даже представить, какое лечение мог назначить своим пациентам врач-шизофреник. В больнице уверяет, Борис Александрович просто проводил консультации. Например, советовал пациентам, как избавиться от вредных привычек. Мы не правомочны назначать медикаментозное лечение. Мы не лечащие врачи. Борис Кондрашин просто пропагандировал здоровый образ жизни? Да. Так же, как всё наше отделение. С заявлением врачей разнятся показания пациентов. На условиях анонимности мы встретились с одним из знакомых невменяемого целителя. Людоед в белом халате не раз выписывал его семье какие-то самодельные мази и микстуры. Какие-то травы, напиток из трав. То есть, приблизительно что-то общее с японцами. То есть, рецептов у него было много. Целый букет на жидкой основе, там, по-моему, спирт был. Подробно он сказал, как применять. Оказалось, что увлечение ботаникой у чокнутого профессора было не только фанатичным, но и незаконным. В квартире он хранил марихуану. В рамках расследования уголовного дела нами был проведен обыск его жилища, в ходе которого, собственно, этот диплом и иные документы были изъяты. Кроме того, были обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере. Жильцы дома, в котором Кондрашин проживал после выхода на свободу, делают вид, что ничего не знают о странном соседе. Якобы он вел затворнический образ жизни и ни с кем не общался. Куда более раскованным Кондрашин был в соцсетях. Называл себя бароном Борисом Гинцелем. В подъезде оформил почтовый ящик в готическом стиле, намекая на дворянское происхождение. Мы отправились в родомое имения Кондрашинах, поселок Шахматово в 100 километрах от Челябинска. Здесь проживает дядя липового доктора. Небольшой дом с металлическим забором мало походит на роскошное поместье. Да и манеры общения далеки от высшего света. А вы не общаетесь уже с Борисом? Конечно, сто лет уже не общаемся. Понятия не имеем. Ну, а правда, что он к дворянскому роду принадлежит? Да я его знаю, откуда он принадлежит, я не знаю. Удивительно, но некоторые друзья Кондрашина считали его настоящим дворянином и верили в легенды, которые он сочинял о своем прошлом. Он очень раскаивался, очень сожалел о своем прошлом. Он говорил, что находился в наркотическом опьянении на тот момент. Ему грозило пожизненное заключение, либо очень большой срок светил. Этот случай вызвал большие вопросы к Челябинскому здравоохранению. Как убийца, бывший пациент психиатрической клиники с поддельным дипломом, вот так запросто устроился на работу в больницу? Удивляет и еще один факт. Лечебное заведение находится в том же районе, где 20 лет назад Кондрашин совершил жуткое убийство. У него появилась мысль, что я могу там исцелять людей или еще какое-либо. Ну, то есть вот фантазии могут быть совершенно абсолютно разнообразными. Он решил, что он, допустим, здоров, потому что критичность у больных с шизофренией, она очень часто бывает нарушена. Критичность, например, к своей болезни. Имя психотерапевта, который вычислил врача-маньяка, пока не разглашается в интересах следствия. Уральского доктора-лектора за хранение наркотиков и использование поддельных документов отправили в СИЗО. В ближайшее время ему будет назначена новая судебная медицинская экспертиза. Сейчас правоохранители проверяют всех пациентов терапевта Кондрашина. Не пострадал ли кто из них? Кирилл Попов, Иван Зуев, Евгений Кириленко, Дмитрий Толстаухов. Вести. Дежурная часть.